Здравствуйте, братья и сестры. На библейский портал Экзгет пришел вопрос. Как сильному влиятельному человеку правильно просить прощения у обычного, чей социально-экономический статус на несколько порядков ниже. Сказать, прости меня, брат, я загордился своим высоким социальным статусом, а на самом деле мы все с тобой одинаковые, одинаково проживем жизнь, закончим ее и пойдем к Господу, на суд. И я за все мои нереализованные возможности отвечу значительно строже, чем ты за все свои испытания. И забыть об этой разнице, потому что во Христе мы все одинаковые. Вот, конечно, есть разница между тем, как устроена жизнь человека, и что он может, и что он не может. Но это пусть Господь судит. Вот в жизнеописании преподобного Арсения Великого, который был при императоре Константинополе, был воспитателем его двоих детей. Такой Василий Андреевич Жуковский только из 4 века. Он, когда ушел в монастырь, он спал там на матрасе, набитом соломой. И однажды один брат этим смутился, потому что все остальные братья спали на рогоже или на камне. И общий духовник сказал, скажи, пожалуйста, ты когда жил в миру, ты на чем спал? На камне. А здесь на чем? На рогоже. А что ты ел? Ты сейчас ешь хуже или лучше чем-то? Он говорит, так же. А этот человек спал на пуховых перинах, ел из золотых и серебряных блюд, его обслуживали десятки слуг. Поэтому для него то, что он спит на матрасе, как-то по-особому это называется каким-то словом, это значительно больший подвиг, чем для тебя. Конечно, Господь видит, что человеку состоятельному, могущественному, влиятельному может быть труднее попросить прощения, но тем ценнее это будет его смирение, если он может попросить прощения, тем глубже он, я не знаю, как это сказать, вырыт колодец для благодати своей душе, тем больше Господь даст ему даров. И может быть, надо не только попросить прощения, но еще и помочь бедному человеку. И вот это будет, так сказать, настоящее спрашивание прощения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.